Девушки отдыхают 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 В Ленинградской области обеспечивается подготовка 55 прогрессий среднего профобразования, 165 специализаций, 45 специальностей среднего профобразования, 70 специальностей высшего образования. Разработано и реализовано свыше 350 программ дополнительного профессионального образования, около 8 тысяч выпускников, которые являются востребованными специалистами. И развитие системы профессионального образования является одной из приоритетных инициатив стратегии социально-экономического развития Ленинградской области. Именно поэтому мы уже не первый год встречаемся на областном празднике «Золотые руки» Ленинградской области. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые победители областного конкурса «Золотые руки» и ребята, кто выиграл эти конкурсы. И особое отдельное спасибо мастерам производственного обучения, преподавателям, всем тем, кто дал возможность, чтобы этот конкурс состоялся и чтобы этот конкурс действительно в каждой номинации определился сильнейший. Проводим по стандартам WorldSkills для того, чтобы наши ребята успешно представляли регион и на российских, и на европейских, и на мировых соревнованиях. Хотя нам не просто выдерживают эти стандарты, потому что они требуют не только более жесткого отношения к самим конкурсам, подготовки к конкурсной документации, но они также требуют, чтобы конкурсы проходили на современном оборудовании, в современных условиях. Программа реновации включает не только современное оборудование, переоборудование мастерских, но и реновацию учебных заведений. И вот как раз пример этой реновации, это здесь, в Тенгисеппе, мы видим, как преображается профессиональная техника, профессиональное училище, появляются и современные классы, и актовые залы, и в целом обстановка уже такая более современная, куда действительно хочется прийти, где хочется учиться. И не стыдно, когда сюда приходят гости, и поверьте еще, что эта программа тоже только-только в самом своем начале. У нас в Минградской области проблема трудовых ресурсов, проблема синих воротничков одна из самых острых в Российской Федерации. И вот почему у нас на сегодняшний день мы входим в тройку регионов самой низкой безработицы. Более того, порядка 100 тысяч человек ежегодно приезжают в Минградскую область для того, чтобы временно работать в различных направлениях, в различных отраслях. И не только в строительстве, не только в сельском хозяйстве, но сегодня и на производствах, и на фабриках, и на заводах, и на портовых комплексах работают люди с пониманием временной работы. Тоже не скрою, работодатели охотно берут молодых ребят без опыта работы, только из студенческой скамьи, с льготой, и через субсидии, и через наставничество. И мы видим, что это тоже дает свой результат. А сегодня мы готовим программу, новую программу экономического развития Минградской области до 30-го года. Ставка будет сделана на высокотехнологические рабочие места, причем мы ставим задачу перед всеми инвесторами на стадии уже открытия рабочего места. Это рабочее место по зарплате должно быть выше, чем в среднем по той отрасли, где открывается рабочее место. Это рабочее место должно быть современное. Мы делаем ставку на индустриализацию 4.0, на цифровые технологии, на нанотехнологии, на многое-многое другое. Хотели бы через этот конкурс представлять лучших, лучших ребят, которые в своей профессии, которые они учатся, достигали очень серьезных высот, действительно являлись примерами для всех остальных. Это и поддержка наших технокомых училищ, высших учебных заведений. Это и поддержка мастеров производственного обучения, преподавательского состава и руководства. Мы действительно, правительство Ленинградской области, вами гордимся и мы надеемся, что вы будете патриотами нашей родной области и после получения специальности будете оставаться и работать у нас. За многовестный и добросовестный труд награждается Наталья Николаевна Романова. Вот имени законодательного собрания и председателя Сергея Михайловича Требеина. Хочу сказать, что для меня стены против училищ не нового, потому что я свою карьеру начал именно с того, что образовывался в Сосновоборском лицее номер 36. Поэтому я прошел весь путь учащегося школы, учащегося колледжа и закончил уже наш областной университет имени Александровича Требеина Пушкина. Но хочу сказать следующее, что те люди, которые занимаются именно трудом профессионально, это люди, заслуживающие внимания со стороны как исполнительной, так и законодательной власти. И считаю, что нужно, безусловно, развивать вот эту идею, что человек труда – это человек достойный, достойный внимания во всех отношениях. И именно популяризация профессиональных людей, которые связаны с изготовлением, знаете, производства труда, а вот сегодня их назначают, называют это «синие варитнички», Александр Юрьевич ему же сказал, что это люди, которые нам помогают. Потому что вот вы сидите на стуле, в здании тех учреждений, которые построили люди, и они, про свой профессионализм, они в этом реализуются. Поэтому хотел бы вас поздравить, потому что сегодня вы являетесь теми, кто стоит на рубеже технологий. Если будете впитывать и производить, то Ленинградская область, безусловно, будет всегда впереди. Лучшая государственная профессиональная образовательная организация, реализующая программы подготовки квалифицированных рабочих для экономики Ленинградской области в 2017 году и коллективов образовательных учреждений профессионального образования, которые подготовили наибольшее количество победителей призов в конкурсном профессионального мастерства, мы предлагаем вам посмотреть два небольших очерка про лучшие из них. Учение в Мичуринском многопрофильном техникуме проходит по направлениям Механизация сельского хозяйства, прикладная геодезия, технология продукции общественного питания, зоотехния, хозяйка усадьбы. На сегодняшний день в техникуме обучается 500 человек. Я горжусь, что это очень важно. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области, Мичуринский многопрофильный техникум для вручения диплома и денежного сертификата на 593 500 рублей. Коллективы победителей получают благодатственное письмо, пуфли, а также сертификаты в магазинах видео на 30 тысяч рублей. В этом году ходят, чтобы готовят гидеры победители и инфраструктуры. Девушки и девушки, которые сегодня вышли на эту сцену, действительно лучшие в своем деле. Девушки и девушки, которые сегодня вышли на сцену, Девушки и девушки, которые сегодня вышли на сцену,